ПРУЖИНА Сюжетные коллизии в картине «Что есть истина?», так же, как в полотне Пётра I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе, столкновение двух контрастных человеческих характеров, за которыми встают два различных мировоззрения, миропонимания. Биполярная система мира картины строится на антиномиях материального и духовного начала, односторонности и глубины, силы и слабости, света и тени. Картина, показанная на 18-й передвижной выставке, вскоре была снята по приказу Санкт-Петербургского градоначальника. Обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев обратился к Александру Третьему с письмом. «Не могу не доложить вашему императорскому величеству о том всеобщем негодовании, которое возбуждает картина «Г», что есть истина». Художник имел в виду надругаться над образом Христа, богачеловека и Спасителя. На полях письма Победоносцева Александр Третья написал «Картина отвратительная» и повелел снять ее с выставки и запретить возить по России. Лаконизм и острота композиционного, цветового, светового решения роднят картину «Г» с образным миром плаката. Яркое южное солнце заливает весь передний план композиции. Цвет становится резким до боли. Резок – контраст лимонно-желтых плит пола и черноты теней от фигуры Пилата. Пилат упоен своей властью, богатством. Он – олицетворение самодовольной сытости. Художник изобразил прокуратора иудеи со спины, подчеркивая ее плотность, скульптурность. Резок и выразителен жест его руки с растопыренными пальцами, обращенный к Христу. Пилат вопрошает, что есть истина. Этот человек в таинственном полумраке тени и есть истина. Истина скрыта глаз Пилата. Он протягивает руку, но не может ее коснуться. Столкновение Христа и Пилата приобретает общечеловеческий смысл. Это трагедия бескорыстного, светлого человека, подавленного грубой властной силой, непонятого и подвергаемого расправе. Скандальная судьба картины и экспрессивная, казавшаяся в то время публике неряшливой живопись, заставили Павла Третьякова воздержаться от ее приобретения в свою галерею. Тогда страстным адвокатом Г. и его картины выступил сам Лев Толстой. Он отправил Третьякову довольно резкое письмо. «Выйдет поразительная вещь. Вы посвятили жизнь на собирание предметов искусства, живописи и собрали подряд все для того, чтобы не пропустить в тысячи ничтожных полотен то, во имя которого стоило собирать все остальное. Вы собрали кучу навоза для того, чтобы не упустить жемчужину. И когда прямо среди навоза лежит очевидная жемчужина, вы забираете все, только не ее. Для меня это просто непостижимо. Простите меня, если я оскорбил вас, и постарайтесь поправить свою ошибку, если вы видите ее, чтобы не погубить все свое многолетнее дело. Про содержание моего письма вам никто не знает». Третьяков картину не понимал, не хотел ее помещать в своей галерее, опасаясь надзора полиции, но все-таки приобрел ее, положившись на авторитетное мнение Толстого, считавшего работу Г эпохой в крестьянском искусстве. «Окончательно решить может только время, но ваше мнение так велико и значительно, что я должен поправить ошибку. Теперь же приобрести картину и держать ее до времени, когда можно будет выставить». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова